Меня зовут Алексей Ницца и в очередном видеоуроке я расскажу, как самостоятельно создать красивую инфографику с помощью PictoChart. Инфографика – это представление информации в графическом и наглядном виде, что делает ее более простое и сокращает время понимания, что сейчас является очень важным фактором. Сегодня каждый из нас перегружен информацией, у нас просто нет времени считываться в большие тексты и разбираться в сложных таблицах. Создание инфографики многим кажется сложным процессом, который доступен только специалистам и дизайнерам. Облачный сервис PictoChart с бесплатным базовым функционалом показывает, что создавать красивую инфографику сегодня может любой пользователь. Для начала работы в PictoChart необходимо зарегистрироваться, нажав сверху справа красную кнопку. Есть возможность войти с помощью аккаунта Google или Facebook, что я и сделаю. После входа можно зайти в настройки своего аккаунта, где можно изменить информацию или поменять свой аккаунт на платный. Также в сервисе есть англоязычный раздел вопросов и ответов, где можно найти всю информацию по работе сервиса. Перейдем в раздел и посмотрим стоимость Pro-версии. Как мы видим, это 29 долларов в месяц или 169 долларов в год. Для образовательных учреждений eNonprofit это будет 40 долларов в год. Перед началом работы нам предлагается выбрать тип контента, который мы будем создавать. Инфографика, отчет, баннер или презентация. Каждый из типов включает в себя множество шаблонов, доступных в платной Pro-версии, но также доступны и бесплатные шаблоны. Перейдем обратно в инфографику. Можно начать с чистого листа или выбрать более подходящий шаблон для вашей тематики. Я выбираю шаблон и нажимаю Create, после чего ввожу название файла в будущие инфографики. Передо мной стоит задача сделать инфографику о сравнении Москвы и Австралии по нескольким параметрам. Так выглядит редактор PictoChart. Сверху стандартная панель отмены действий, копирования и вставки элементов, а также выравнивания. Принцип работы очень прост. Все элементы кликабельны и их можно перетаскивать в любое место, а также изменять их параметры. У каждой части листа инфографики есть свое вертикальное меню, которое позволяет добавлять или удалять в блоки листа инфографики, менять порядок, а также изменять размер рабочей области. Поменяем высоту первого блока, а также удалим лишние элементы и изменим надпись на «Москва против Австралия». При необходимости можно поменять порядок отображения элементов, например, чтобы подпись была поверх декоративной полоски. Работа с текстом привычна и проста, можно изменить шрифт, размер, цвет и выравнивание. Пролистывая шаблон ниже, удалим ненужные блоки инфографики, после чего оставим два блока – наш заголовок и второй рабочий блок. Переходим к следующему блоку и изменяем соответствующие элементы. Лишние элементы просто выделяем и удаляем. Теперь добавим картинки. Переходим в раздел «Аплоуц» и загружаем нужные картинки с компьютера и перетаскиваем в рабочую область, изменяя размер. Следующий параметр для сравнения Москвы и Австралии – население. Выберем в разделе «Графики» и «Иконки человечков», которые схематично будут показывать соотношение количества человека, которые живут в Москве и Австралии. Также подпишем количество цифровыми значениями. Как мы видим, по данным на 2010 год, в Москве проживает практически в два раза меньше людей, чем во всей Австралии. Теперь сравним территорию и покажем площадь. Для этого выберем иконку, например, дерево, и схематично покажем соотношение, при этом указав значение в квадратных километрах. Как мы видим, площадь Москвы намного меньше площади Австралии, несмотря на соотношение населения. Добавим последний элемент – график, который будет показывать соотношение людей на квадратный километр в Москве и в Австралии. Получается, что в Москве плотность населения в полторы тысячи раз больше. Добавим поясняющий текст на свободном месте справа. Теперь наша инфографика готова. Изменения сохраняются автоматически, и нам остается только нажать на превью, чтобы проверить правильность отображения всего листа. На превью мы видим, что блок с заголовком можно сделать и поменьше. В ходе в настройки изменяем высоту блока на 150 пикселей. В меню «Файл» мы можем сохранить нашу работу по другим именям или клонировать, если вам нужно сделать похожую инфографику. В меню справа перейдем в «Даунлоуд», где можно скачать инфографику в нужном формате и размере. При нажатии меню «Паблиш» мы можем опубликовать инфографику и поделиться ссылкой, либо скопировать код и вставить инфографику на свой сайт. Также можно поделиться в социальных сетях или в «Слайдшер» и «Эверноут». Таким образом, с помощью «Пиктачарт» можно самому создать красивую инфографику, не прибегая к услугам дизайнеров. Сервис содержит множество элементов и шаблонов, и с их помощью вы сможете бесплатно и быстро сделать отличную работу по визуализации вашей информации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok